Добрый вечер. В эфире «Вести» Карачаева-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. С понедельника в России начинается массовая вакцинация от ковида. И после этого ситуация с коронавирусной инфекцией в целом в стране начнет улучшаться, утверждают в Роспотребнадзоре России. В Карачаеве-Черкесии с каждым днем заболевших все меньше, но успокаиваться пока рано, сказала сегодня в интервью Белла Бачаева, начальник лечебного отдела Министерства здравоохранения Республики. Также продолжаются и профилактические мероприятия. Начинается массовая вакцинация от коронавируса. И мы надеемся, что это, конечно, поможет нашим медицинским работникам в этой работе с такой особо опасной инфекцией. В Республику в декабре месяце поступило уже 842 дозы вакцины. Привито на сегодняшний день у нас 612 человек. Но мы ждем, ожидаем до конца января поступления еще вакцины. Это в пределах 7300 доз. И будем активно прививать сейчас наших пациентов с хроническими заболеваниями. И в вести из оперштаба. Сегодня в Харачаево-Черкесии выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в Республике составило 16 379 человек. Из них 14 771 госпитализированы. 913, вернее, выздоровели. 913 госпитализированы. В Москве составилась рабочая встреча министра просвещения России Сергея Кравцова с главой Харачаево-Черкесии Рашидом Тимрезовым. Тема встречи – реализация приоритетного национального проекта образования на территории Республики и задачи в сфере развития отрасли на текущий год. Глава Республики проинформировал министра о том, что в рамках федерального проекта «Современная школа» в 2020 году в Республике открыты 42 центра образования «Точка роста», оснащенных современным и высокоинтеллектуальным оборудованием. На текущий год запланировано еще 25. Впервые в 2020 году в Карачаево-Черкесии для реализации программ дополнительного образования создан мобильный технопарк «Хванториум». Созданы условия для занятия физической культурой и спортом. Современным цифровым оборудованием оснащено 77 образовательных организаций. Еще 55 школ Республики обеспечены высокоскоростным подключением к интернету. В ходе встречи Рашид Тимрезов поблагодарил Сергея Кравцова за всестороннюю поддержку сферы образования Республики. Сотрудник Министерства туризма, курортов, молодежной политики Карачаево-Черкесии Инвер Кипкиев в 2020 году вошел в состав резерва управленческих кадров России. Помимо этого он прошел специальное обучение в высшей школе государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы в Москве. Инвер Кипкиев успешно прошел все испытания и получил новые знания в плане управленческой работы. С будущим управленцем побеседовал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Федеральный резерв управленческих кадров – это возможность начинающим управленцам войти в базу данных высокопрофессиональных и перспективных сотрудников федеральных органов государственных субъектов Российской Федерации. Заместитель начальника отдела молодежной политики Карачаева-Черкесии Инвер Кипкиев стал единственным представителем региона, который вошел в состав резерва управленческих кадров страны, проявив свои знания в управленческой области. Из всех органов исполнительного власти, местного управления было подано несколько десятков заявок. И из этого числа мне удалось выйти в финал конкурса и тем самым пройти обучение. В 2021 году я буду получать удостоверение о том, что я прошел весь образовательный модуль, прошел курс повышения квалификации. Пройдя все необходимые этапы конкурса, молодой управленец полученную информацию будет использовать в своей работе, чтобы улучшить ее качество. Самый важный элемент данной программы, как утверждает Инвер Кипкиев, это возможность применять на практике полученные знания. В связи с тем, что мы сейчас проходим обучение в Российской Академии Народного Хозяйства при президенте Российской Федерации, мы прошли три образовательных модуля очно и два заочно в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. То есть я хочу отметить о том, что была очень классная образовательная программа. Нас обучали высокопрофессиональные преподаватели, в том числе сотрудники администрации президента, представители правительства Российской Федерации. С нами встречался заместитель руководителя отдела кадров администрации президента Александр Орехов. Нельзя останавливаться на достигнутом, нужно и дальше развиваться, подчеркнул Инвер. И сегодня есть масса возможностей для молодых людей проявить свои знания и навыки. Только для этого нужно трудиться и работать над собой, подытожил наш герой. Аля Халебшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. В Карачаево, Черкесии окончено расследование дела о мошенничестве со средствами материнского капитала в ходе предварительного следствия. Установлено, что в период времени с 2018 по 2019 год злоумышленницы вводили в заблуждение жителей Карачаева, Черкесии, Ставропольского и Краснодарского краев, которым сообщали, что им положены дополнительные выплаты по государственным сертификатам на материнский капитал. Они предлагали оформить документы для получения неиспользованных средств. Введенные в заблуждение граждане соглашались и передавали фигурантам личные документы. Злоумышленницы использовали сведения о данных жителях, предоставляя в кредитной организации Москвы и Красноярского края ложные документы о наличии неиспользованных средств материнского капитала. А в дальнейшем они получали по ним денежные средства в виде займов, которые похищали. Фигуранткам инкриминируют 44 эпизода преступной деятельности. Сумма ущерба составила более 14 миллионов рублей. В настоящее время предварительное расследование окончено. А в отношении фигуранта к избранному меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сегодня на курорты Карачаева-Черкесии обрушился настоящий снегопад. Безмерно рады этому лыжники и сноубордисты, но подъездные дороги к курортам Дамбай и Архыс временно перекрыли из-за сильного снегопада. На отрезке Тиберда-Дамбай ограничили движение транспортных средств. Администрация Карачаевского городского округа и Зеленчукского района обратилась к жителям и гостям республики временно воздержаться от поездок в горы. Сотрудники дорожной службы занимаются устранением последствий сильного снегопада. МЧС предупреждает об очень сильном снегопаде на территории Карачаева-Черкесии. Ну а сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 3 минус 5, днем минус 1 плюс 1 и на дорогах гололедица. Фейерверк новогодних скидок продолжается до 40% на все. Куртка в подарок. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Продолжаем выпуск. В ночь с 18 на 19 января православные будут праздновать Крещение. Традиционно каждый год освещались воды Кубани. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией все массовые мероприятия запрещены. Поэтому в этом году освещения в Кубани, к сожалению, не будет. Будет освещение в храмах. Можно будет, как всегда, прийти в любой храм за водой, осветить ее и принести домой. Об этом рассказал благочинный Северного округа Александр Нартов. Также он обратился с просьбой 19 января в праздник Крещения воздержаться от посещения прорубей, купелей, потому что это места массового скопления людей. Свой 70-летний юбилей отметил руководитель Русского театра драмы и комедии «Народный артист России» Хасан Биджиев, без преувеличения посвятивший свою жизнь служению театру. О творческом пути актера и режиссера расскажет Шерифат Лепшокова. 70 лет – это много или мало? Для творческого человека, как Хасан Биджиев, безусловно, расцвет. За плечами огромный профессиональный опыт, от которого зритель только выигрывает. Постановки Русского драматического театра – это всегда событие. Хасан Биджиев признается, он любит приглашать разных режиссеров, это позволяет театру не застаиваться. У актеров возникают новые цели. Об игре на сцене Хасан Биджиев знает не только как режиссер. В прошлом более 40 ролей в Карачаевском театре. А история о том, что привело его на сцену, уже давно стала легендой. 15-летнего школьника из Даусуза заприметил тогда уже известный режиссер Борис Тахчуков. На конкурсе самодеятельности мальчик удивил его своим умением петь, танцевать и декламировать. Но юный Хасан Биджиев и сам писал стихи. Спустя десятилетия он прочитает их уже нынешним 15-летним ученикам своей родной школы. Я пошел со всеми вместе на защиту Рогины своей, Чтоб волю дать кинжалу мести, Чтоб враг узнал Кавказы сыновей. Одаренный школьник был принят в Тбилисский театральный институт без аттестата. За годы учебы возникло много творческих замыслов. Все они были реализованы на сцене Карачаевского театра. Но актерские рамки были слишком тесны для Хасана Биджиева. И он очно учится на режиссерском факультете. Все эти годы его поддерживает семья, супруга и двое детей. По окончании учебы последуют постановки в театре и кино. С участием Хасана Биджиева были сняты фильмы «Холл», «Отклятва матери», «Большой капкан». А в 2002 году он становится руководителем русского театра драмы и комедии. И перед ним стоят уже другие задачи. Это очень здорово было сказано. Необходимо вернуть статус русского театра, статус его в одной из лучших республик национальных Северного Кавказа. Где большое количество русского населения. И мне сказали, этим займешься ты, потому что сейчас более подходящей кандидатуры нет. И это, считай, приказом. Вот так вот мне сказали. Я сказал, хорошо, ладно, попробуй. Попробовал. Здорово. Прекрасные люди, прекрасный коллектив. Театр обретает новое дыхание. Появляются яркие постановки. Так, спектакль «Васса Железнова» в 2007 году на конкурсе русских театров в Новочеркасске победил в шести номинациях из девяти. Это был бесспорный успех. Хасан Биджи все время в поиске. Работа в театре не останавливается ни на день. В непростой период пандемии труппа продолжает ставить спектакли. Актеры надеются, что скоро зрители увидят их новые работы. За эти годы сложилась настоящая творческая атмосфера. Благодаря усилиям Хасана Биджиева появляются молодые актеры, которые дают новый импульс театру. Надо быть каким-то кудесником, чудодействовать, чтобы это держать еще в каком-то порядке. Хасан, в нем есть стержень. Это человек стержень по характеру. Это человек очень взыскательного художественного вкуса. И это еще теплится именно поэтому, потому что он держит все это. Шерифат Любшокова, Вести Карачаева, Черкесия. В Хабецком районе подвели итоги муниципального этапа республиканского конкурса «Лучшая школьная столовая и лучший школьный повар-2020». Конкурсная комиссия оценивала выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организации здорового питания, проведения внеклассной работы с учащимися по воспитанию культуры питания. Интерьер обеденного зала, укомплектованность столовой, квалифицированными кадрами, уровень обслуживания и, конечно же, провела дегустацию основных блюд. По итогам конкурса «Лучшая столовая» оказалась у школы-аула «Малый Зеленчук», а по профессионализму своих коллег обошла Зарема Кябешева, которая вот уже больше 30 лет вкусно кормит детишек из хабейской школы. Несмотря на сильный снегопад, популярным местом отдыха для гостей жителей республики стали и остаются горнолыжные курорты. Туристы, направляющиеся в Домбай, обязательно посещают заповедник. Звери всегда рады гостям. Немного они приуныли, но в выходные им скучать не приходится. Дети вместе с родителями охотно гуляют по живописной территории заповедника и знакомятся с обитателями. Здесь и грациозные лебеди плавают в пруду, можно сказать, как в балете «Лебединое озеро». Есть и черный лебедь, который важно даже скользя прогуливается по замерзшему пруду. Олень с удовольствием принимает угощения и позирует гостям. Только медведь важно лежит без настроения. Вроде бы зима, но спать ему совсем не хочется. Тебридинский заповедник всегда рад гостям. Тем более выходные дни. Главное, не подвела бы погода. Это все вести. До встречи и всего вам хорошего.